Хвостик Хвостик, я повторю, мы рассматривали с вами какую категорию? Нечто. Нечто. Мы рассматривали нечто, а нечто – это определённое наличное бытие. А раз это наличное бытие, то в нём есть небытие. И вот наличие этого небытия в наличном бытии, как говорит Гегель, является масштабом для понимания наличного бытия только как одной стороны. А надо взять нечто и как бытие, и как небытие. Вот нечто, взятое как бытие, называется нечто, а нечто, взятое как ничто, называется иное. Это очень... Я обращаю внимание, что в отличие от, скажем, других наук, там, где какие-то придумывают заумные всякие названия, в логике, если есть такое слово в языке, которое отвечает этому смыслу, то никакого другого слова тут не выдумывается, а применяется то слово, которое это выражает. Нечто иное или нечто и другое. Здесь никакой разницы между другое и иное нет. То есть у нас есть нечто и есть иное. Мы рассматривали нечто само по себе. Потом мы рассмотрели нечто по отношению к иному. Когда вы нечто рассматриваете по отношению к иному, то тогда иное выступает как нечто, а нечто как иное. Правда, вот если есть два человека, если одного взять за нечто, то другое иное. А если другого взять за нечто, то вот первое иное. Безразлично, что взять за нечто, что взять за иное. Поэтому про каждое можно это сказать. Единственное, что мы ещё не рассмотрели, и с чего мы начнём вот это второе наше занятие, сегодняшнее, вторую лекцию, с рассмотрения иного не по отношению к нечто, а по отношению к самому себе. Ещё раз задаю тот же вопрос. Иное взятое по отношению к самому себе. Как будет выражено? Какой фразой? Иное иного. А вывод какой мы сделаем, если мы будем рассматривать? Иное и иного есть что? А? Иное. Вот давайте запишем эту фразу, сакраментальную, такой редкий случай, когда мы сейчас эту фразу запишем, и будем из неё фокус делать, всякие чудеса. Иное иного есть иное. Кто-нибудь спорит с этим? Бесспорное положение? Бесспорное. Так вот, нетрудно доказать или показать, что в этом утверждении на самом деле скрывается два противоположных утверждения. Два противоположных утверждения. Достаточно, скажем, это показать голосом. Вот слушайте, что я сейчас скажу. Иное иного есть иное же. Иное иное есть иное же. Значит, то есть это равенство с собой. То есть иное с собой равно? Себе равно? Равно. Вторая мысль, которую я излагаю, только немножко употребляя другие акценты. Иное иного. Есть иное. Что, непонятно, что это иное? Другое. Иное. То есть тут есть неравенство с собой. Согласны? То есть одна и та же фраза может пониматься двояка. То, что иное иное есть иное. Ну что, иное иное, иное иное есть иное. Зачем разговор? Это равенство с собой. А иное иное есть иное. Но если иное, так иное. Тогда неравенство с собой. Правда? И что получилось? Что иное есть и равенство с собой, и неравенство с собой одновременно. А перед этим мы говорили, что иное – это нечто. Безразлично, что врать за нечто, что врать за иное. Правильно? Поэтому вывод, который можем мы сформулировать и записать, определенное наличное бытие или нечто, оно и равно самому себе, и не равно самому себе. Одновременно. то есть равенство с собой и неравенство с собой – это моменты нечто. А моменты – это неотделимые. То есть то, что не существует, чего нету без другого. Правильно? И равенство с собой, и неравенство с собой. Но о чем будем тренироваться? На студентах. На чем еще можно тренироваться? Берем, вот, вас, к примеру. Как методический материал. Вы себе равны? Да. Хорошо. И вы все время себе равны? Да, я не знаю. То есть иногда равны, иногда не равны. То есть как вы это? По перемене, что ли? То есть никогда не знаешь, это вы с вами разговаривали или не с вами. Я правильно понял, что еще надо сначала у вас узнать, сейчас вы кто? Я только после этого разговариваю. Сейчас, говорит, я на Луне. А, извините, пожалуйста. Простите, вы сейчас выходите в открытый космос, мы не будем сейчас вас беспокоить. Так как вы понимаете? Как правильнее сказать? Так вы одновременно равны себе или неравны? Я вот спросил, вы равны самому себе? Вы сказали, равны? Так, хорошо. Зачем вот одна лекция койте? Ну подумайте сами. Если вот сколько бы я лекций вам не читал, и как бы я ни объяснял, а вы все равно равны самой себе. Ну вы понимаете, бесполезно тогда лекции слушать. Зачем вам это нужно? Пусть приходят те, которые после лекции становятся неравны самому себе. А вы все время равны самому себе. Вам это не нужно. Я вас освобождаю. Ну до экзамена. Ну логично, да? Это первый вопрос. Значит, ответ вы дали правильный. Я спросил, вы равны самой себе? Вы сказали, да. Правильный ответ. Правильный. Теперь второе. Я задаю вам вопрос. Я чувствую, что вы его и ждете. А вы не равны самой себе? Равнула. О, молодец. Учитесь вас. Учитесь. Выдерживает пытание. Да. Тут и так, и это правильно. И это не так. И не путем чередования. Что сейчас я равна, через минуту не равна. Потом опять равна, потом опять не равна. Или сегодня я равна, завтра не равна. Завтра со мной вообще не разговариваю. Не подходите даже. Убью у тебя. То есть, такого нет. То есть, равенство и неравенство одновременно. Как вот такие категории назвать? Вот надо сказать, что в диалектике и в жизни мы с такими делами имеем постоянно. А в науках, обычно о природе, они разделены и берется только лишь одно, либо лишь другое. Вот такие неразделимые движения в одном движении называются моментами. Впервые мы с моментами когда встретились? Когда изучали становление. Моменты становления, возникновения, прихождения. Они не отдельно. Вот вам прихождение, вот вам возникновение. А это моменты становления. А это моменты нечто. Видите? Ну, потому что иное – это же нечто. Поэтому это моменты нечто. Моменты нечто – это равенство с собой и неравенство с собой. Если человек стоит на той точке зрения, что он только равен самому себе, ему нечего делать, у него, кстати, идти. Потому что он пришел учиться, а то есть менять себя. Правильно? Поэтому, чтобы стать неравным самому себе и быть, так сказать, без знаний, а теперь получить знания, и эти знания являются его определенностью. А если он только неравен самому себе, если бы вы сказали, что я неравна самой себе, и всё. И только на этом стою. А равенства нет. Я бы тогда потребовал вам вернуть документики. Почему? Потому что если вы неравна самой себе, то вы не имеете права держать те документы, которые были вот у вас, когда вы были не такой, как вы сейчас есть, а до того. Я сдаю их в деканат, а вы, пожалуйста, идите, получайте новый. Раз вы неравны самой себе. И всё на этом. То есть, мы, вот диалектические категории, они такие. Они не разрывают живое, они это живое изображают. И наоборот. Вот Энгельс говорил, что части лишь у трупа. Если вот говорят части, а не моменты, то это как вот, видели в мясном магазине, там нарисована разрубленная туша коровы, и написано, это тонкий край, это толстый край, это что? Филей. Или у нас есть наши коллеги, студенты медицинского университета, там, первого меда. У них занятия. Ходить в анатомический театр и резать трупы. Это полезное занятие? Вот вы, если попадёте в больницу, вы бы хотели, чтобы хирург вот на вас первый раз вот разрезал человека вот, или он уже 20 этих трупов порезал, и он знает уже, что он, где что находится. А не так, что вот, слушай, говорит, я вот его разрезал, а где у него тут зельёнка? И начинается обсуждение этого дела. То есть, это важное дело. То есть, пожалуйста, пусть режут. Ну, вот, Энгельс, так, говорит, часть или уши трупов? Это части. А у нас частей нету. Сейчас я вот это вам продемонстрирую очень просто. Ну, вы хотите со мной сотрудничать? Вот у вас рука где? Ну, начинается она вот отсюда, от кончика. А где кончается? Где-то на плечах. На плечах, да? На плечах. А у вас живая рука? Вы про живую руку говорите, свою, или будущую, там, когда вы будете лежать, в цветах всяких? Ну, если вы живая рука, то она, кровь-то есть в ней? Есть. А начинается кровь откуда? Сказать вам, откуда начинается кровь в вашей руке. Да вы и сами знаете. Ну, не из плеча же. Нет. А откуда? Я не из плеча. Откуда? Из сердца. Из сердца. Значит, так уже, может, уйдет, отсюда начинается рука. Если живая. Но кровь, это же не рука. Да. А рука без крови, это рука? Тоже не есть. Ну, так мы о руке сейчас говорим. Теперь скажите, вот я сейчас заметил, что вы так делали. Пошевелите пальчиками. Откуда команда идет? Отсюда. А вы же говорили, отсюда. Так откуда же ваша рука начинается? Из мозга. Вот она и из мозга, и отсюда. То есть, ну, а вы понимаете, что там есть еще лимфатическая система. То есть, всего это так. А это ваша рука, чтобы была живая, вам дышать не надо? Так это вы дышите для руки ведь. Ну, и для других органов, но и для руки ведь тоже. Согласны? А вы ее раз так, и вы ее живую руку, вы свою руку отсекли. От сердца, от мозга, от дыхания своего, от легких. Ну, что вы, что вы, что вы. То есть, это говорит о чем? Что то, что я вам такое вот, так сказать, рассказываю или, скажем, обращаю на это внимание, это, ну, как бы, не является неизвестным. Но оно такое известное, что оно непознанное. То есть, люди не делают предметом рассмотрения внимательного веки, поэтому он получает. А внимательность очень важна. Ну, расскажу не очень такой приличный анекдот, но сейчас у нас неприличного уже нету ничего. Вот в этом анатомическом театре профессор обучает студентов медицинского, говорит, вы понимаете, что вы, как студент, не должны вообще ничего там бояться и неприятного. Вот, видите, вот он, значит, в задний проход засунул палец и облизывает. Кто может повторить? Ставлю оценку. Один. Я. Студент. Подошёл к труппу, так сказать, засунул палец и облизал и ждёт. Отлично. Тот говорит, хорошо. Почему хорошо? Потому что вы, конечно, не боитесь этого всего, но вы невнимательны. Потому что я засунул-то один палец, а облизал-то другой. Я думаю, это занятия в анатомическом театре, они полезны. Но, если уж речь пошла о живом человеке, то части лишат трупа, и надо говорить о моментах. Вот моменты – это неотделимые движения в одном движении. Мы с этим знакомы уже. Мы почему так познакомили, как мы с этим? На категории становления, возникновения и прихождения. С одной стороны, у вас идёт, так сказать, насыщение кислородом, с другой стороны, у вас идёт заражение углекислым газом. С одной стороны, вы голодаете, с другой стороны, вы потребляете. В перерыв вы как бы посполнили свои силы, я чувствую, что вы теперь в состоянии понять, что такое изменение. Так вот, дорогие товарищи, такое нечто, которое одновременно равно самому себе и не равно самому себе, как бы вы назвали? Нечто, которое равно самому себе и не равно самому себе одновременно. Как вот вы назвали? Думаете? Вот думаете, вы не знаете. А я уверен, что вы знаете, но просто не говорите. Можно я скажу от вашего имени? От своего мне даже неудобно, я вам такие вещи сообщусь, сказать, ну что вы нам рассказываете? Это мы сами знаем. Такое нечто, которое равно самому себе и не равно самому себе называется изменяющееся нечто. А вы как дух понимали изменяющееся нечто? Как скажете? Ну и так и понимали. Ну согласитесь, да? Ну что значит изменяющееся? Вот есть тут кто-нибудь присутствует, кто-нибудь, кто не изменяется? Это же как бы оскорбление уже, вроде как бревно. Есть такие бревна здесь? Есть? Или тут студенты? Студент – это изменяющееся же нечто? То он зачем сюда пришел, в университет, чтобы измениться и стать? Вы же в становлении тем более. А становление – это что такое? Единство возникновения и приходения. Тут уж точно, тут есть изменения. И равенство собой, и неравенство собой. Когда? А все время. Все время. Пока, если человек живой. Хуже. Когда же человек не живой? Во-первых, он уже не человек, а труп. И труп изменяется. Вы же прекрасно понимаете. Его там держат в холодильнике, потом его хоронят. А потом, через много-много лет, только находят кости. Это же все он же, изменившийся. Да дальше вы знаете, что и кости поменяют, там и так далее. То есть нет такого, что вы можете ли вы привести пример такого нечета, которое бы только было равно самому себе. Вот здание, в котором оно находится, оно что, не изменяется? А зачем тогда его ремонтируют? Потому что оно уже ветшает. А когда его отремонтируют, что, оно перестает ветшать? Нет, оно ветшает, но опять его потом отремонтируют. И все время идет изменение. Но как только его отремонтировали, тут же оно начинает тут же ветшать. И никуда это не девается. Вот это, вот отсюда. И изменение, вот этот процесс изменения, это тот процесс, которому подвергнут что? Все. Вот еще одна. Или еще один случай, когда мы можем убедиться, что философия изучает всеобщие категории, которые применены к чему? Ко всему. Кто-нибудь может привести пример чего-нибудь, что не изменяется? Нет таких людей? То есть вы это как бы и раньше знали про изменение, все. Ну только вам нужно было немножко это подрептовать, оформить. Чем более, ничего более. То есть это вот мы с вами что делаем? То есть мы используем культуру, накопленный опыт человечества для того, чтобы себя усовершенствовать. Ну вот я иногда, некоторые товарищи, которые меня подводят сюда на машине, иногда спрашивают, а что это такое тут у вас? Вы что тут делаете? Я говорю, да я вот преподаю. А что вы преподаете? Да вот философия. А что такое философия? Да диалекцию преподаю. А что это диалекция? Ну тогда, так сказать, ну сейчас я вам объясню. И вот, вот вы едете на машине, вы эту точку проезжаете? Да. Ну раз проезжаете, значит вы в ней стоите, да? Ну находитесь в ней. Ну раз вы в ней находитесь, а как вам удалось так дотормозить-то? Вы в ней находитесь. Он так удивляется. Значит, наверное, вы в ней находитесь, да? Ну хорошо. Значит, если в ней находитесь, то вы туда уже знаете, что вы проезжаете. Тогда вы в ней находитесь. Так что давайте лучше скажем, что вы в ней не находитесь. Но если вы в ней находитесь, то вы в ней точно не проезжаете. И всё. И человек такой, ну взрослый, там, опыт, водитель, 20 лет стажа, 30 лет стажа. Не знаю, тогда. А вот такая мысль, которая на самом деле пришла, ну, прежде всего сначала древним диалексикам, что надо, река изменяется и не изменяется. Река равна самой себе и не равна. Иногда даже, когда говорят о диалексике, так приводят такой пример, односторонний. Нельзя два раза войти в одну и ту же реку. И это глупость. В одну и ту же реку, только в одну и ту же реку можно войти два раза. Потому что если я вхожу в разные реки, то я в эту... Ничего вообще, никакого смысла нет. То есть надо сказать, что в одну и ту же реку можно войти два раза. Это будет Нева. И в то же время это будет уже не та Нева, потому что и русло изменяется, и течение другое, и вода другая, между прочим, и так далее. И, как вы заметили, была она без гранит берегов, потом стала с гранитными берегами и так далее. Всё это Нева. Поэтому и про Неву можно сказать, что она равна самой себе и не равна самой себе одновременно. Вот Гераклит, тёмный, из Эфиса, и говорил древнегреческий философ Гераклит, который впервые, так сказать, начал разрабатывать диалектику, он говорил, что в одну и ту же реку можно войти два раза, и нельзя два раза войти в одну и ту же реку. И люди, которые вспоминают Гераклита, обычно выхватывают в одну сторону этого, что нельзя войти два раза в одну и ту же реку. Это глупость получается. Именно вот, а можно и два раза в одну, только в одну и ту же реку, и можно войти в два раза. А то я вошёл в него, а потом вошёл в Охту, или в Москву-реку. И где же тут диалектика части, куски? Тут точно так же, как различие между моментами и элементами. Если я скажу, что вы состоите из элементов, ну да, из элементов системы Менделеева. Есть тут такие люди, которые не состоят из элементов, которые все перечислены в системе Менделеева. Это я что-нибудь хорошее про вас сказал, что-нибудь новое сказал, что-нибудь определённое я сказал. Ну так я из таких же элементов. А, у вас вот столько этих элементов, а у меня вот столько, и там соотношения разные. И начинается соотношение, сколько элементов находится. Но они же все россыпью берутся. А они на самом деле, эти элементы уже в клетках. А клетки – это же другой уровень. Клетки, они не существуют без организма, которым они в клетке. А организм без клеток не существует и так далее. И мы не сводим сложные какие-то образования к более простым. А они, наоборот, сложные. Они сложные и в простых, но они сложные не как из кубиков. Потому что каждая клетка, вот через этим вопрос, как развивается ребёнок. От чего к чему? В утробе матери. Так, товарищи женщины, как развивается ребёнок в утробе матери? От чего к чему? Ну, от чего к чему идёт развитие? Идёт же развитие, нет? Движение идёт в утробе матери? Девять месяцев идёт. От чего к чему идёт движение? Правильно я буду понимать, как не относящиеся к племени женщин, что вот нога появляется, от ноги к животу, потом появляются руки, потом голова. Так? Нет? Ну, тогда скажите мне, от чего к чему идёт движение? Я к вам, как к знатокам? От клетки. А? От клетки до чего? А клетка – это часть или целая? Целая. Целая. Тогда идёт движение от чего к чему? Эх, прямо вот тут же, давай, ну? От целого к целому. Во, молодец. О, учитесь. От целого к целому. От целого к целому. А вот ребёнок, это опять же целый человек, правильно? Маньки. Он говорит, вот он, вот он, он только что родился. Родился, так он человек к человеку. А дальше как идёт её развитие? Что рука начинает развиваться, нога, ступня, сердце развивается. Если неравномерно идёт развитие, сразу начинают беспокоиться врачи, да? Что он, так сказать, вдруг как-то не как целый развивается, а что-то у него развивается, а что-то недоразвивающее становится. Всё развитое, а мозг не развивается. Это что? Это уже болезнь. А болезнь – это отрицание организма. Поэтому. Но это мы забежали вперёд с вами. Вперёд, потому что это вот для развития характерно движение от целого к целому. Это с одной стороны вперёд. С другой стороны, если вы возьмёте только вот это одно занятие, которое у нас было, и вот это продолжающееся занятие, всё время речь идёт об одном, о целом. Мы никуда за пределы целого не выходили. Мы взяли чистое бытие, вы с этого поля ушли? Или это просто чистое бытие превращалось, развивалось, да? Усложнялось. Но мы не сказали, ну, теперь оставим в стороне это чистое бытие и начнём. Нет, мы и так не делали. У нас второго начала не было. У нас вот от этого целого чистого бытия, вот мы это чистое бытие уже дошли до понимания чего? Нечто. А не просто нечто, а изменяющегося нечто. И вот я хочу вам привести пример того, как пробивается диалекция в умы людей, в том числе в рекламу. Вот я спускаюсь после очередной лекции в метро Селястровская. И там такая реклама, девушка тоже симпатичная, в цветастом платье, летнем такая нарисованная, написано «Меняйся чаще». Только одна страна – «Меняйся чаще». Люди не подумали, что она поменяется, и ей не нужна ведь мать родная. Если задача поменяться, поменяться же можно, чтобы превратиться чёрт-те в кого. Если просто задача поменяться. И тут вот буквально на следующий день иду я на работу уже по другой дороге. Через Даневскую доехал, и иду уже по Дворцовой площади. Подхожу, вот кончается Дворцовая площадь, и сейчас автобусная остановка, одна остановка, и я в университете. И вдруг обомлел, написано «Меняйся, но оставайся собой». Арифлейм. Вот, думаю, даёт Арифлейм диалектики. Вот оно, «Меняйся» – это неравенство с собой. И равенство с собой Арифлейм. Арифлейм уже изучил. А музеологи уж тем более изучат. Кстати, что делают музеологи? Они сохраняют, понимаете, что всё, что вы будете сохранять, это церковь культурное наследие, оно же находится в процессе чего? Прихождение. Оно это, находясь в процессе прихождения, это приходит и это, а именно что приходит. Если это какая-то урна, так она урной и остаётся. Если это амфора, так это амфора и остаётся. Но она остаётся равной самому себе? Ну что вы? Или уже всё, она не такая? Да когда её из экспонатов дали? Так тогда всё надо выкинуть из экспонатов. Нет же ничего такого, чтобы не переходило в другое, в иное. Правильно? Чтобы было только равно самому себе. А что значит сохранять? Да сохранять – это значит замедлять переход в иное. Не более того, а не так, чтобы исключить. Мы сохраним навечно. Вы-то и сохраните навечно. Но то, что сохраните, вы будете навечно, это просто оно в меньшей мере составится, в меньшей мере пропадёт. А не так, что оно вообще не подвержено. Нет ничего такого, чтобы не было подвержено изменению. Правда? Или есть что-нибудь? Какие-то можете примеры привести? То, что не изменяется. Пример только один – студент, который поступил в университет и ничего не учит. Ничего не учит, ничего не знает, и он неизменный такой. Но он всё равно изменяется, он постареет. И когда человек уже в молодом возрасте чего-нибудь не знает, это значит, что человек ещё не обученный. А если он был в зрелом возрасте, я был враг. Болван. Почему? Потому что он должным образом не изменился за то время, как другие, двигаясь от целого в целый, набрали соответствующий потенциал знаний. Ну вот давайте дальше обыдумать. Смотрите, что у нас получается. Значит, есть изменяющееся нечто. Надо назвать эти два момента нечто. Момент равенства с собой, как бы вы назвали? Ну как бы вы назвали меня? Так, вы сотрудничаете со мной, согласны? Как методически? Методически. Я вот спрашиваю, там, про равенство с собой. Вот вы согласились бы назвать этот момент? Вот я сейчас вопрос задам. Вы сейчас в себе? Нет. А что это значит в себе? А что, бываете не в себе? Поэтому я и спрашиваю. Ну что, если сейчас вы не в себе? Так, я и спрашивать не буду. Потому что как бы меня тут не получить? Там у вас тяжелый, вы все-таки телефон запустили мне прямо в глаз. Зачем мне это надо? Ну, это же из языка мы взяли. Это же в языке сохраняется только то, что повторено миллиарды раз. А или можно так сказать? Вы сейчас скажете, Михалыч, дайте я приду в себя и после этого вам отвечу. А где вы были? До этого. Где вы были? Или я вот послушал, как вы отвечаете, и стало мне не по себе. Это что значит? Что значит не по себе? Объясняю. Сейчас вы со мной согласитесь. Не по себе – это значит, я неравен стал самому себе. После того, как я вот чувствую, ну, никто не может что-то сказать насчет объятия. То есть, не по себе это не равен собой. А почему говорят прийти в себя? А как можно прийти в себя? Где вы до этого были, спрашиваются? Как вы можете приходить в себя? Как вам удалось, имея, так сказать, бренное тело, улететь из него, а потом прийти в себя? Как такое могло быть? То есть, в себе бытием, в языке, в любом, в немецком, антик, в русском, в английском, везде понимается момент равенства с собой, в себе бытие. Если равно, значит, в себе. Если не равно, то как? Ну, говорят, вне себя. Он стал вне, или вышел из себя. А как вышел из себя? Вот представьте, я вышел из себя. И куда я пошел? А где это то себя? Я вышел из себя. А я остался, если я вышел из себя? Я выпрыгнул, что ли, из тела и убежал? Как это вышел из себя? То есть, вышел из себя, это просто неравенство вам в себе. Вот и все. То есть, момент равенства с собой надувается в себе бытием. И пишется так. Это пишется так, чтобы не путались с обычным злоупотреблением философской категории. В-черточка, себе-черточка, бытие. Ну, дефис. В-дефис, в себе-дефис, бытие. В себе бытие. Ну, вот, что бы вы ни делали, и как бы вы ни изменялись, пока вы студенты, вы есть в себе бытие. Студентка и студентка, студентка и студентка. Разница с собой. Так. Ну, они, вот, значит, запомните, что вот в себе бытие это название для момента равенства с собой. Каждый, любой человек, любой объект, любое нечто имеет такой момент равенства с собой. Называется в себе бытие. Как назвать другой момент? Тут трудно придумать. Тут я должен вам просто сообщить по знакомству подружбы. В себе это бытие для иного. Пишется бытие, черточка, для черточка иного. Ну, почему черточка, чтобы не получилось, что тут, там, три куска. Да тут три куска, это вообще, это невозможно запомнить. А это на самом деле два момента целого. Нету отдельно. А почему и тут бытие, и тут бытие стоит? Это одно и то же бытие, только есть бытие в себе, бытие длинного. Два момента целого. Но это нельзя понимать так. Представляете себе, колесо на оси, ну телегу, представляете, вот есть ось, а на ней колесо. И тогда получается, что вроде как у колеса ось, если она принадлежит колесу, она все время изменяется, или наоборот, она постоянно, а вот это колесо все время крутится. Только что это, бытие длинного, это колесо, а это ось, это бытие в себе? Можно так представить, что вот у вас есть какой-то кусок вашего тела, который никогда не меняется, а все остальные части меняются? Можно так себе представить? Ног все это растут, приходится их подстригать, волосы растут. Чего они растут? Все меняется. Или есть что-то неизменное? Вот что у вас неизменное? Вот. Что у меня есть именно? Душа. Ну, хороший же ответ. Если представить такие, будут представить с такими дурацкими вопросами, надо так ответить, чтобы он же не спрашивал. Правильно? Душа болит у меня. На России. И все болит постоянно. И боль эта не прекращается ни на минуту. Даже когда сплю, и у меня во сне, и у меня душа болит. Ну, вот смотрите, что мы уже знаем. Два момента изменяющегося нечета в себе бытие и бытие длинного. И вот когда это мы все с вами вот слушали, вы за мной следили, следили и забыли, что у нас, какое у нас бытие-то? У нас определенное наличное бытие. А где определенность? Про определенность мы вообще ничего не сказали. Заметили, нет? Вот так вот доверишься преподавателю, он поведет, поведет, и приведет не туда. Определенное ставите. Это же определенное было наличное бытие. Но мы спасти положение можем. Как? То поскольку определенность неотделима от наличного бытия, правильно? Неотделима. То, следовательно, то, что мы насобирали, нашли, добыли, изучили, исследовали и поняли про наличное бытие, как изменяющийся, можно отнести их к определенности. То есть, в определенности тоже надо, хотел сказать, часть выделить. Это неправильно будет сказать. Надо в определенности взять момент равенства с собой и в определенности взять момент неравенства с собой. Но прежде чем это сделать, нам еще нужно один момент обнаружить вот в этом самом изменяющемся нечто. Третий. Вернее, не третий, а первый момент равенства с собой надо, так сказать, увидеть, что он сложный. Потому что, если это момент равенства с собой, это момент противодействия неравенству. Правильно? Вот вы как можете себя сохранить только благодаря тому, что вы противодействуете переходу в иное. Правильно? Не будете есть, умрете. Запишите, пожалуйста, а то я буду отвечать. Вы начнете? Ну, я разница с собой, разница с собой еще не встала человека. Значит, то есть, надо еще бороться за то, чтобы сохранить это разница с собой, чтобы это разница с собой обеспечить. Так вот, определенность, так вот, этот момент равенства с собой называется в нем бытие. Чтобы вы остались в себе, никуда не ушли, без всяких черточек в нем бытие. Нет, в нем бытие тоже пишется в черточка бытие, в нем бытие. Это то же самое в себе бытие, но противостоящее переходу в иное. Был человек хороший, потом стал иным. Бывает такое? Бывает. Уже нехорошим. И вот этот момент называется, сейчас я вам дам самую короткую во всей науке формулировку категории, во всей мировой науке и во всех специальностях. Он называется просто «В». Куда он говорит «Во мне», «В душе». «В» – это что такое? «В» – это не предлог, это момент равенства с собой, «Вас» – это «Вас» никогда не остается, от «Вас» не уходит. Душа у вас остается всегда. «В» – это значит, вот это равенство с собой, которое противостоит, вот ваше внутреннее простоит, противостоит этому воздействию внешнего и сохраняет себя. Вот это «В». Но раз оно противостоит другому, чему оно противостоит, бытию для иного, то оно находится в единстве с бытием для иного. Правильно? Если я начну с вами сражаться, значит, я должен с вами соединиться. Если я буду с кем-нибудь или с чем-нибудь бороться, я должен с ним войти в единство. поэтому Гегель пишет, что они не раздельны. Нету такого, что есть только в себе бытие, а в бытие для иного и в нём бытие и оно отделено. Оно не отделено от бытия для иного. Так вот, мы должны то же самое сказать и про определённость. Вот определённость, которая равна самому себе. Как вот она называется, как вы думаете? Сохраняющаяся определённость и противостоящая переходу нечто в иное. Вот вы есть и равенство с собой, и неравенство с собой. Вот ваше равенство с собой какой определённостью выражается? Каким словом? Так вот, равенство с собой по отношению к определённости выражается, понятием определения. Больше нигде ни в одной науке никогда вы не узнаете и нигде, что такое определение. Вот определение – это равенство определённости с собой. Сегодня я добрый, завтра злая, послезавтра я строптивый, потом я мимолетная, потом я глубокоумная и так далее. Если нет этого равенства с собой, то это потеряно определение. Правильно? А когда говорят, ваше определение в чём? Вот определение. А как записать это красиво? То есть, строго научно, диктует строго научная формулировка определения. Качество, которое есть в себе, в простом нечто. Чё значит, которое есть в себе, которое сохраняется в изменениях. Такое качество, которое не сохраняется, это не ваше определение. Правда? Сегодня есть, завтра уже его нет. Пять минут назад было, сейчас уже нет. А вот то, что сохраняется в изменениях, качество, которое есть в себе, в простом нечто. И сущность-то находится в единстве с другим моментом это нечто в нём потерял, и называется определением. Определением. Ещё раз, качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нём бытием, с этим самым В, есть определение. Есть определение. Ну, вот давайте, записали, да? Давайте это прокомментирую. Вот то, что сохраняется в изменениях. Такая определенность, которая сохраняется. Пусть, как мы говорим, этот человек добрый. Если он сегодня добрый, завтра злой, послезавтра зарезал кого-нибудь, он добрый? Это его определение доброта или это напускная доброта? То есть для того, чтобы какое-то качество стало вашим определением, надо, чтобы оно сохранялось. Тогда такое качество может называться определением. Если человек умный, то он не вчера умный и не сегодня умный, он и завтра будет умный. И позавчера был не дурак. Правильно? А если он сегодня, он что-то умное сказал, а завтра, вот я думаю, что вы в следующий раз придёте, я спрошу, вы тоже будете так толково отвечать. А если в следующий раз вы будете околествовать, то мне все скажут, ну извините, я на вас так надеялся, а вы... То есть определение, это не любое... Если вы откроете книжки разные, плохие, а в основном книжки плохие. Хороших книжек вообще мало, потому что наука — это система знаний. Чтобы какие-то книги приводили, целую систему знаний выводилось, так, этого нет. Он просто, человек излагает что-то, что вот мне в голову приходит. Это же не проблема, сейчас набрать и распечатать, и всё, и будет как бы книга. А книга-то будет, а научная система-то не будет. Так вот, только то, что сохраняется в изменении — это качество. Если человек злой, так он сейчас конфету кому-то подарил, а завтра его утюгом прибьет. Это он добрый, значит, он добрый, покажу. Это его что, определение? Нет. Это он... У него определение, что он злой, а качество. А это вот, так сказать, случайно. А как всё-таки это случайно выразить неравенство определённости с собой? Не знаете, как это можно выразить? Сейчас я скажу вам это, вот сразу согласитесь, это называется характер. Вот можно сказать про человека. Человек очень хороший, а характер у него плохой. Можно так сказать? То есть он, вот когда выходит вовне, то вовне он проявляет себя не с самой лучшей стороны, а человек хороший. Ну, потому что, поэтому нужно не по словам определять, а по делам. Человек хороший, он трудится, работает, создаёт. А к нему что-нибудь спросишь, он начинает... Разве такое не бывает? Бывает. Это называется характер. Привожу пример. Вот я в одно время пригласил из Москвы выступить здесь, в Петровском зале доктора философских наук Скоржинского Валентина Данина, который написал вот такой толщины книгу, обыкновенный ревизионизм о философском ревизионизме в Чехословакии. То есть это вот такое вот фундаментальное произведение, исключительно, так сказать, умное, знающее, толковое. И поэтому я, например, прочитавший эту книгу, я был восхищён, так сказать. И вот в Петровском зале она выступала, и всё было отлично. А мой товарищ, Виктор Георгиевич Голгоф, потом работал он первым проректором у нас в университете, он организовал её разместить где и так далее. Она вечно ему высказывала свои удовольствия. Не туда куда-то разместили, не такая комната, не это помещение, ну и всё. Ну просто она его всё извела просто всего. Она мне тоже пыталась это говорить, но я на это мимо ушей. Мне главное, что она книгу хорошую написать. Да пусть говорит после любую чушь, я всё равно это отнесу к пустякам. А важно, что человек сделал, а не что он говорит. Ну вот, да почему? То есть бывает такое, что характер – это внешнее проявление. Человек иногда бывает такой тусклый, угрюмый, а на самом деле он очень интересный и очень богатый и знаниями, и эмоциями. Но это не проявляется вовне. Поэтому мы должны различать, что есть определение, а что есть характер. И вот теперь, дорогие товарищи, мы с вами вооружены для того, чтобы изучать общественные изменения. А раз так, то давайте возьмём, например, вот такое рассмотрим явление, которое называлось таким термином, как перестройка в Советском Союзе. Что такое перестройка? Скажите, пожалуйста, кто-нибудь сможете сказать? Какой смысл этого термина, этого высказывания – перестройка? Время уже прошло, пора бы уже и понять, что это такое, что оно со собой скрывало, что несло. Что такое перестройка? Кто может сказать? Слышали про перестройку? Ну и что это такое? Что это такое? Это научное слово, нет? Вот перестройка – это хорошо или плохо? А? Не слышу. Это не хорошо и не плохо. Не слышу. Не хорошо и не плохо. А может быть перестройка плохая, а может перестройка хорошая? Ну, это субъективно. А? Для каждого субъективно. Субъективно? Да. Ну, то есть, вот если перестроили деревянный Кремль в Москве и сделали вот такой красивый Кремль – это субъективно? Может, деревянный больше. Может, деревянный больше. То есть, вы хотите сказать, что это вопрос субъективный, дело вкуса? Да. Понятно. То есть, вот дело вкуса было Горбачёва, ему больше нравился капитализм. А вот у нас есть вот такое, скажем, вот вы как раз музеологи, у нас есть конюшня, которая перестроена была в выставочный зал. Где? В Манеж. В Манеж на Исаакиевской площади. Там и с конями стоят люди как раз. Ну, вот. Так, то есть, перестройка – это в данном случае это не субъективно, а объективно – это хороший был ход. Или есть такие желающие перестроить обратно её в конюшнюю? Ну, когда они перестроили, например, когда они будут в создании генинской исполнения… Вот. Значит, слово «перестройка» совершенно не говорит о характере изменения. Вот какой вывод. И не дело тут вкуса, а дело в бессодержательности этой категории. Она берёт изменения без направления. Это не совершенствование, не развитие, не рассвет, не закат. А это? Что угодно может быть. Это туман. Вот что такое дымовая завеса? Вот сейчас сюда, я сделаю сейчас дымовую завесу. Вы уйдёте, потом дым уйдёт, а телефонов ваших нет. А вот прошла… вот перестройка произошла в СССР. Значит, Советского Союза нет, а в России уничтожено 78 тысяч предприятий вот с 90-х годов до настоящего времени. А за время войны с Великой Отечественной мы потеряли 32 тысячи предприятий. Чувствуете разницу? Кто у нас главный враг нашей страны? Кто больше вреда нанёс, Горбачёв или Гитлер? Ну, Горбачёв скажет, я не один, у меня тут были соратники, которые продолжали. И Ельцин продолжал, да? Ельцин, Гайдар, Чубас. Это вот по поводу… Сейчас освободили того, кого обвиняли в попытке убийства Чубаса, Квачкова. Он, скажите, завтра рассказывал, как… Его спрашивают, а как к вам относятся в этих местах лишения свободы? Ой, говорит, его же обвиняли в том, что он, значит, хотел застрелить Чубаса. Ой, говорит, так относятся хорошо. Так хорошо ко мне относятся. Ну, а вы правда хотели убить? Да нет, ну как я хотел его убить? Ну, вообще-то каждый честный русский офицер должен был его застрелить. Ну, что вы говорите? Как можно? Это же убийство. Это же человек. Нет, говорит, Чубас – это не человек, это символ зла. То есть, и вот это, кстати, вопрос о том, чем не слишком ли мы увлеклись, так сказать, вот такими абстрактными категориями, выясняем, что такое изменение, что такое бытие в себе, что такое бытие длинного, что такое развитие, мы ещё до этого не дошли. Так? А вот, получается, что ходил этот Горбачёв, чушь такую вот, так сказать, гнилась, ну, так сказать, разводилась, спрашивал, приставал прямо к людям. Подходит – вы за перестройку? Я говорю – да, мы за перестройку. То есть, а дальше, раз вы за перестройку, ещё хотел за меня. А потом, внимательно, смотрите на это выражение – перестройка. Пере – это объединение, да? А строй – это что? У нас какой строй был? Что, не знаете, какое было страшное там, что-нибудь? Объясняю, социалистически. А сейчас какой строй у нас в России? Где в Арсайсе всё это было? Так, а Россия ещё пока есть. Так, а сейчас какой строй? Капиталистически. Так, переострой. Капиталистически. Капиталистически. Ну, как, в итоге добавляют, а так изменения, а здесь мы устроим. Если люди внимательны, к понятиям, к понятиям внимательны, то их так вот, на мигине не проведешь. У Ленина, если вы скажете, что… Я больше убедствия, чем перестройка, и не знал. От них получается убедствия. Когда всё разрушается, всё распадается и так далее. То есть люди грамотные. Ну, да, вы не крюнули, но люди как бы безграмотные. Повторяют один, так сказать, болтают про эту перестройку, другие его слушают, и сидят думают, что-то он что-то умное сказал. Он сказал, что разрушается странно. Советский Союз был на втором месте в мире. Самая высокая наука, самая высокая культура, самое высокое образование. Не по одному параметру мы не самые высокие. И не на втором месте в мире. А на каком месте в мире России? Ну, не выше шестого. Точно. Если раньше у нас объём выпуска, ну, составлял продукции промышленной где-то 60% примерно американского объёма. А сейчас у них 17% мирового ВВП, а в России сейчас 1,7%. В 10 раз меньше. В 10 раз. А вроде бы так вот какие-то разговоры были перестройка, перестройка. А какое-нибудь решение было о перестройке? Не было. Съезд решал о перестройке? Нет. Был 27-й съезд. На нём было принято решение, главной задачей КПСС считать ускорение социально-экономическое развитие. Потом собирается январьским пленумом. И вдруг на нём выступает перестройка и понеслось. Ну, люди не следят ни за понятием, ни за смыслом, ни за целями. Это говорит, а какой? Вроде бы люди у нас грамотные. А грамотность состоит в том, что если дать им книжку, они прочтут. А ведь надо, чтобы люди могли… Умный человек – это кто? Тот, кто может самостоятельно приходить к правильным выводам. Это не… Это не… Если это просто начинственный человек, это просто выводить. И известно, что мы надо знаем, но мы не получаем. Если вы всё прочтёте, всё, что вы ждёте в академином конфликте рядом, что будет у вас в голове? Что? В библиотеку у вас будет академином в голове. И мы туда можем заходить и спрашивать, а вот это у вас… Это просвитируется, это просвитируется. А работа с чем вы будете стать? В библиотеку. Не учёный. Учёный говорит, что он… Мы же всё знаем. Есть або учёный, который всё знает, всё прочитал? Нет. То есть, это разные вещи. А умный человек – это кто? Это человек, настолько способный и настолько начинанный, что он может самостоятельно приходить с правильным выводом. А если он не может самостоятельно приходить с правильным выводом, умным его назвать нельзя. Сколько бы он ни прочитал. Поэтому у нас, к сожалению, дураков среди образованных людей – тьма. Я раньше говорила, что учение света, а не учёных – тьма. А сейчас можно сказать, что учёных у нас тьма, а дураков ещё больше к чему. Потому что для того, чтобы быть умным, надо проводить эту самостоятельную, умышлительную работу. Вот мы с вами… Обратите внимание. Сказалось бы, сколько мы там слов перебрали сегодня? Мы с вами третий час уже снимаем. Третий час. И чего это ещё за эти три часа? Чистые детей, чистые ничтё, становление, снятие становлений, наличное быть и определённые качества реальности отрицания, нижче изменяющиеся, нижче все изменяющиеся. Все изменяющиеся. Определение их архива. Всё. Чё, 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 чё. Вот я хочу рассказать своё впечатление студенческое. Был я в таком же возрасте, как и вы. И вот иду я по первому этажу, я матмяк кончал, и у нас там сидит профессор астрофеек Алексей Алексеевич Никитин. Он весь был в книгах. Какой-то драный такой портфель, в него навозят книги, и они вот, как он их удерживает, что они… И он ещё в фронтовике, у него рука была, они вполне, так сказать, двигалась где-то. Но она поддерживала портфель. Прям вываливаются эти книги. И всё вокруг с книгами у него заложено было, и вот он на этой команды сидит. И он меня увидит, говорит, Миша, ты чего-то плохо выглядишь. Я говорю, что? А ты, наверное, много читаешь. А я злобно так, ему говорю, а что это плохо, что ли? Ну, конечно, говорит, ты разручишься думать. И вот так, видишь, студент такой сказал. Я не знаю, будет этого портфель для себя. Что, вот если у вас есть два часа, что нужно делать? Два часа читать? – Думай, у тебя еще. – Вот, чуть-чаще почитать, что-то немного больше, كون часoping думать. А если у вас есть четыре часа, ну, два часа посчитайте, два часа подумать. А если у вас есть полчаса, ну, 15 часов почитайте, пятнадцать. Нет, нужно читать, 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 читать. И всё это забывать, 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 забывать! Вот мы с вами сегодня пытались человеком думать, каждый логический шаг в мышлении, да, в выведении более сложных категорий, более простых, мы не далеко продвинулись, но мы продвинулись не по школу. Не то, что я к вам пришел и сказал, допишите, прижали себя в это, но лично мы тебе этого не хотим. А это надо вывести, чтобы они, как все, как вы правильно сказали, все движется от целого к целому. И вот если науку построено так, или в вашей голове знание построено так, ближе я, целое-целое, значит, вы знаете. Понимаете, что это не построено, ну, это же с вами с памятью любви лица. И невозможно, вы же не знали, у меня механических помещений не было никогда. Зрительное, я вот мог сдать, два раза прочитал и пошел список долговых, и через время логические, а это логические вот так выведено, то это, ну, это как, куда это родители. То есть, тогда уже такое умещение, когда я вам здесь. И все. Поэтому, если вы хотите закрепить что-нибудь, или вы только стране, вы знаете, только наследие не в вас, а в себе, вы не хотите сохранить. Вы разве не наследие, как вы считаете, а вот у вас, например, родители рассматривают как наследие. Правда? Да-да-да. А дальше? Да. Родители самостоятельно. Так надо себя сохранить. Развивали. А как? А что такое развивание? Я думаю, во-первых, это вы, равные самому себе. Если вы меня развиваете, то это что-то большое. А сами не собираетесь развивать. Во-вторых, если только равны самому себе, это значит вот. И вы понимаете все. Я их сочетаю, читаю, они все равно, они остаются равны самому себе. Так тогда тоже Чорбанов посадились. То есть в этом все и дело. В том, что человек, то есть вот это вот, и это вот, как это ни странно, но вы это, наверное, знаете, замечаете, что эта вот диалексика, она продвинулась не шаром. Не шаром. То есть основная масса населения и мира не владеет. Будем считать, что вам повезло. Будем считать, что и мне повезло, потому что я вот был в таком положении, когда, ну, так, можно сказать, случайно начал заниматься диалекцией. Я был студентом тематико-механического факультета. Потом, значит, заинтересовался в политэкономии, прочитал, уверенно, что нельзя вполне вводить в капиталах, непонятно процедуруя в Лойке и Григорье. И пошел, спрашивал, что академика Александрова была. Это было очень просто. У нас сейчас лектор там в высоко сидит. Его выйдет. А Александр, вот он в ближайшем университете, читал лекции. То есть я пошел на третий этаж, в 188-м университете, достался главный, придется с лекцией выйдет. Он нас не читал. Нашу потом бы не читал. Он читал других. Я подходил, говорю, а в ответе было приятно. У нас все это спрашивают. Подходят студенты, не важно, как у нас. Первого, второго, третьего. Как организм. Может, потом академик будет, который я с первого областа. Приходите, спрашиваю. У каждого профессора не было. У нас была преподавательская школа. Николай не сидел. Они, так сказать, билеты со всеми там всегда обсуждаются, спорят. Вот, выходит, и вот академик Александр, такой балал, барабан, пахает такой, сердитый. Я говорю, альфамид. А вот, как диалетскую изучать? Читать конспект наук и логики? Так, посмотрел на меня, сердитый, сердитый. Как же, лёгкий. Гибель надо читать. И ушел. Я пошел читать гибель. Может, так он не ряхнул бы на меня, может, я не читал. Ну и, понятное дело, вот я с вами поступил на Казаховский факультет. Поступил, так сказать, так. Я пришел на Казаховский факультет. У нас и профессора уже. Доктора казаховских наук. Я не учился ни одного дня на Казаховском факультете. Не был в франторе, не был в франторе. И за четыре часа он защитил доказательную диссертацию. То есть, меня взошел по платежу. Но поскольку я был в Казаховском факультете, то меня, по сказать, вызывали в ВАГ, там я сделал доклад, вышел в социальную комиссию, а потом, на всякий случай, отправили передачу в Институт философии и Академии наук СССР в 2014. Ну, товарищи, которые мне помогали, там, конечно, нашли, как меня разместить. И я начал готовиться. А как готовить? Ну, как готовим? Защиту доктора. Повторение защиты доктора. Сменили тех абонентов, и вот эти люди тоже в основном защищают. А тогда, на месте храма Христа Спасителя был бассейн Москва с теплой водой. Вот я каждый день туда наведывался в воде и плавал. Я думал, по-моему, если не думал. И думать у меня было, о чем? Если я приду, то я говорю, что это? Ну, что это? Ты же не хочешь читать? Я иду, спрашиваю, слушай, что это будет говорить. Ну, вот я там высыпил, посиделся, и на этом, собственно, и все. Через какое-то время я утвердил, в 89-м году, через два года, после первых, за счет изделий. И все в порядке. То есть, кажется, что мы вот вроде сидим с вами, тратим время на вот эти категории. Это вот не тратим мы время, а мы экономим время. Потому что этот год является средством быстрого движения и продвижения. В чем? Во всем. Во всем. Потому что это всеобщие категории. Нету того, чего он с ним разградит. Где это применять? Везде. Ну, к ребенку это применяется. Вот ребенок, он все время не равен самому себе. Сначала он не держит голову. Еще боятся такой-то. Кладывает голову. Другой голову оплавится и все. Потом он держит. Он уже так старается и все, все нормально. А потом что? Вот он лежит на кровати и болтает ногами. Как, знаете, как жук, когда уродишь на спину. Он не может встать. А есть все пучки, которые пыть и встанут. Ну, вот дети еще пучки. Они вот так вот болтают и болтают. Потом смотришь тоже. Куда на кровати перевернулся? Все, он вернулся. Что? Куда ползет? Вперед и назад. Назад что ползет? Как, как руками осталось? Потому что смотришь вперед, ползет. Потом на колени. И долго-долго бегает. Некто бегает, два года бегает на колени. И зачем так именно удобно? Что они вроде-то и не надо им этого вставать. А когда начинают вставать, это страшное дело. На портлетах. На уходах. Грота. То есть дети делают только то, что мы умеем все. Почему они быстро растутся? Растутся, я не вижу, в умственном отношении. И вот люди становятся взрослыми. Они в себя не такими проблемами не загружают, чтобы им развиваться. А они повторяют. Ну, давайте я вот что-нибудь вам произнесу, а вы повторите. Ну, как вы думаете? Я не знаю, что это состояние повторить. Мне это смешно. Это оскорбительно для жаждан. Я уверяю, можете ли вы повторить произнесенную мной фразу. Можете повторить произнесенную мной фразу? Очень здорово. Это вы сможете повторять. Да? Что это такое? То есть, даже люди начинают говорить, я только делаю только то, что умею. А надо что делать? А надо все время делать то, что не умеешь. Это будет развиться. Вот. Это будет развиться. Но это у нас впереди. А сейчас мы должны сказать, что вот это понимание изменения, этому пониманию изменения научному противостоит широко распространенный взгляд, взгляд такого рода, хотим перемен, песни пели, хотим перемен. Вот вам переменные. Вы были в богатой стране, сейчас в бедной живете. Какие вам еще переменные сейчас крыши есть под головой? Завтра выгонят вас. Да выгнать вас очень просто. Поднять тарифы ЖКХ, они все время растут. Еще немножко поднять, и вы сами уйдете. Сколько у вас комнат? Четыре? Ну, зачем вам такая большая комната, квартира? Она же вам не по карману. Можно поднять, и вы уйдете в две, потом в одну. А потом у нас, между прочим, у бомжи имеют право на жилье. Право на жилье есть у бомжей? А? Ну. Да. Ага. Это вы мне, знаете, напомнили один. Вот тоже есть анекдот про это. Ну, иностранцы приехали на Красную площадь экскурсия там, и вот спрашивают, это Красная площадь? Один говорит. Да. Те, наверное, для верности спросили у второго ТВС. Да, это Красная площадь. Думаю, что это один на одну шкатал, другой, другой. Третьего спрашивают. А третий говорит, ну... Ну, а если иностранцы дотошные, вечером у экскурсовода спрашивают у переводчика, ну почему у вас все вот в России... Вот их спрашивают один вопрос, как изучить вообще этот ваш язык. Спрашивают один вопрос, это Красная площадь? Один говорит, да, третий. И второй говорит, да, это Красная площадь. А третий говорит, ну... Ну, так это у нас просто люди с разным уровнем образований. Человек со средним образованием говорит, да. Человек с высшим образованием говорит, да, это Красная площадь. Ну, а человек, если нет образования, говорит, ну... Но вы не поверите, я был в Бельгии, в Антверкене, едем. И, значит, на семинаре я был в Брюсселе. Поселили нас в Антверкене. Если бы к нам кого-нибудь прислали сюда, в Ленинград, на конференцию, я не думаю, что на кого-нибудь мы бы поселили в Выборге. То есть час езды надо ехать в этот Антверкен каждый день. Вот утром мы выезжали на поезде и вечером приезжали. И вот, значит, один раз решили меня повозить прямо по этому самому Антверкену. Хорошо, едем. Вот такие красивые высокие деревья. Такими как бы заплатками. Я говорю, а что это такое? Сопровождающий говорит, я не ботаник. Я так подумал, нас это с детства водили там в школе, делали, засушивали растения, листики, покатали, это дуб, это береза, это клен, это не клен, это все. А эти говорят, я не ботаник. Думаю, интересно. Второго я спрашиваю, в другой раз едем опять, ну в центре города таких, мощные деревья, даже интересно мне, как это называть. Спросит, а что там растет? Я говорю, не знаю. А вы спрашиваете? Спрашиваю. А что? Они, не знаю. Ну как это? Меня спросили, что у нас растет. Я, наверное, скажу. Ну не все, конечно, но кое-что скажу. А вторые отвечают мне, я не ботаник опять. Я говорю, а что они это говорили, что ли? У них военная тайна. А у нас там был такой очень хороший переводчик и член Политбюро Бельгийской партии и так далее, который сразу сказал, ну так это Платан. Ну это я про Платан то читали, мы там Платан, 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 Платан и так далее, а эти не знают. Почему? Узкие специалисты. Это, дескать, ботаников дела, это те в делах и так далее. Ну а человек, так сказать, замыкающийся, так сказать, в каких-то узких рамках, он себя не сохранит. Тут уже надо, так сказать, ну надо свое место понимать, но это не значит, что вы себя отринули, оторвали от всей остальной культуры так, чтобы вы вообще не имеете никаких переходов к ней. Поэтому вообще само по себе изучение таких процессов, таких важнейших категорий необходимы как, ну вот тот элемент культуры, который вы как музеологи должны сохранять не только как в виде черепков, а у себя в голове. Вот я, так сказать, для чего? Для сохранения вам передаю. На сохранение. Запомните, пожалуйста, что такое чистое бытие, ничто, становление, возникновение, прихождение. А как можно запомнить? Нельзя их запомнить отдельно, механически. Нужно выводить одно из другого и запомнить всю вот эту систему. Тогда вашу систему взглядов, позиций не разрушишь. Она прочная и надежная. И опереться можно только на такую надежную систему. Вот. И если бы у нас вот такое было в головах, то такая бы перестройка не прошла. А перестройка – это сначала вроде как бессмыслица, но даже прямо говорится – перестройка изменения строя. Тот, кто читать умеет и думать над тем, что он читает, мог бы это понять. И эта перестройка произошла. И какие были лозунки, что будет демократия, будет там богатство, было богатство, есть богатство. У кого? Богатые стали богаче, а бедные стали беднее. Где наше богатство? Или там неправильное понимание свободы, например, свобода. Свобода – это что такое? Это вот выбор. Если у меня есть выбор, а какой выбор? Хотите вам выбор? Вытопиться, застрелиться или повеситься? Вы свободны. Так же именно проводили три формы приватизации. От приватизации – это не свободны. Но только после приватизации, через некоторое время, трудящиеся остались ни с чем, а кто-то стал капиталистом, бизнесменом. А что произошло? Ну, очень просто. Потом, кто не знает, что вот это разделить – это не большевистская, не коммунистическая программа. Взять и разделить. Вот сделали большевистское правительство в 17-м году разделило землю по едокам. Это чего было требование? Это было паралитарское требование или мелкобуржуазное, или буржуазное требование разделить землю по едокам? Ну, смысл коммунизма в соединении в целое – общая собственность или деревья нет на куски. Ну, если землю разделить, так и начнется бурное развитие капитализма. Оно и шло. Поэтому, когда говорят «отнять и разделить», отняли это у помещиков, разделили между крестьянами. Но ничего социалистического в этом нет, и коммунистического нет. То есть, надо сказать, что вот очень много появилось дурных учебников, оторванных, от разорванных частей единого учения. Вот говорят, что у марксизма есть три составных части. Философия, прежде всего гегеревская теалектика, материалистические издалкования, политэкономия, научный коммунизм. И нельзя вполне понять капитал Маркса, не поняв и не простудировав всей логики Гегеля. Вот. А, и, соответственно, не может быть никакого научного коммунизма без политэкономии, без философии. А у нас вот все было разделено. Философия отдельно, политэкономия отдельно. Научный коммунизм – это нечего, а очередная наука. Это вот то, про что Энгель говорит, части лишат группа. И ясное дело, что оказалось, что наша общественная наука, она не в состоянии даже понять, что происходит в обществе. Так что вот такие дела. Значит, мы с вами выяснили, что такое изменение. Изменение. А теперь, вот мы будем выяснять еще одну форму движения, высшую. Какая форма движения выше, чем становление и изменение? Вы знаете. Мы сегодня о ней уже говорили. Но вы, как люди скромные, не отвечаете. Какое? Развитие. Да, вот видите, голова. Приятно слышать. Развитие. Но развитие не отчасти же в целом движения. Вот если вы развиваетесь, вы от себя ко мне развиваетесь, или от себя к себе? От себя к себе. Вот. Хотя формулировка такая непривычная, правда? Но если вы развиваетесь, то вы не ко мне развиваетесь, и не к нему, и не к бревну. А вы развиваетесь, двигаетесь от себя к себе. А что значит вы двигаетесь? А если просто от себя к себе двигаетесь бессмысленно, то это не развитие. Ах, это что? Какое должно быть движение от себя к себе? Ну, то есть, какая я была, каким ты был, таким ты и остался. Казак лихой, орел степной. Ну, одного себя, другому себя. К другому, то есть, хуже и хуже становитесь, да? Ну, не вязать. Ну, как? Вы мне сказали, я что могу, и не я же придумал, вы сами сформулировали. Мне сказали, хуже и хуже, и хуже. Или вам лишь бы другим стать. Вот это та же самая перестройка. Зачем у вас задача такая, стать другим? Это в любом это двигатель, но это не развитие, это изменение. Вот с изменением это всё согласуется, это всё изменение. Если прыгнуть с 15-го этажа, тоже будет полёт нормальный сначала, а потом полные изменения. От себя к себе. Одновременно двигаюсь от себя к себе, а также к асфальту. Да, ну вот, видите, вот вы подумайте на эту тему, а в следующий раз мы о развитии как раз и поведём речь. То есть, мы должны использовать и категорию развития, и знать. И тогда мы рассмотрели все основные формы движения материи. И раз мы все формы движения материи рассмотрим, тогда мы всё изменяющееся, двигающееся, становящееся, развивающееся, всё различаем, где что происходит. И тогда мы можем различать, что идёт в сторону развития, а что идёт в сторону противоположную. А как называется движение противоположное развитие, мы-то тоже должны разобраться в этом. Давайте на этом закончим. Спасибо вас за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.